Кульминацией Великого Крестового Похода, древшегося 200 лет, стала Ула-Норская Компания. Пиратом обрушил главную мощь своих легионов на центры Империи Орков, угрожающих сегментом Сулар. На Ула-Норе Империум сокрушил величайшую Оручью Империю из всех когда-либо существовавших, которую некоторые называли последней реальной угрозой владыческой человечества над галактикой. Хорус лично сразил верховного владыку Орков и, как говорят, тем самым спас жизнь Императору, после чего войска сожгли до основания все миры Орочи Империи. Эта победа не имела равных по масштабу и значимости. Чтобы возвеличить ее творца, Император наградил Хоруса великой почестью. На поверхности Ула-Нора вся мощь космического десанта, имперской армии, легионов, титанов и механикума победно промашировала перед Императором, Хорусом и восемью его братьями-примархами. Завершился Ула-Норский триумф вручением Хорусу титулов воителя. Он назначался главным военачальником всех вооруженных сил и легионов Империума. Остальные примархи впоследствии получили указание следовать за Хорусом, подчиняться его приказам и выполнять свою задачу. Не все примархи возрадовались такому возвышению брата. Говорят, среди них произошло некоторое смятение из-за того, что Император решил больше не сражаться рядом с ними. Однако, всеотец остался непреклонен и умолчал о том, чем намерен заняться по возвращению на Терру. Хорус с радостью ухватился за свои новые обязанности и власть. Ему следовало продолжать кампанию идеально, дабы оправдать доверие отца и доказать братьям, что титул воителя дан ему заслуженно. На Улонорском Триумфе присутствовал примарх 15-го легиона Тысячи Сынов, Магнус Красный, единственный из сыновей Императора, который догадывался о причинах возвращения отца и о его грандиозном проекте. Магнус, будучи младенцем, упал в транспортной капсуле на далекой планете Проспера. Ему невероятно повезло, что он попал именно в этот мир, так как в большинстве других он бы стал изгоем. Проспера является миром отверженных человеческих псайкеров, поэтому он не был кем-то особенным в их глазах. Перенимая опыт местных псайкеров, он быстро превзошел их в мастерстве. Магнус стал мастером всех дисциплин. Вскоре он обрел такой контроль над своей псайкерской силой, что стал без сомнения самым сильным человеком на планете. Однажды он принял решение изменить мир навсегда. Вместо призыва энергии варпа в реальность, он сам посмотрел в Имматериум своим циклопическим глазом и мгновенно получил понимание энергии варпа на уровне мастера. Магнус научился не только использовать энергию варпа в военном искусстве, но и с высокой точностью овладел искусством предсказаний. Он имел такое влияние в варпе, что прошло не очень много времени, прежде чем император нашел его. Когда флот Империума прибыл и его правитель вступил на планету, они общались так, как будто бы знали друг друга уже много лет, как оно вероятно и было, мысленно, а не воплоти. С самого начала Великого Похода десантники из этого легиона сражались за быстрое и активное расширение Империума и не считались отличающимися от других легионов Легиона Состартес. Однако, по прошествию пяти лет в походе, к ужасу воинов у них начали спонтанно развиваться псайкерские способности, после чего начались ужасные дегенеративные мутации. Этот процесс мутации был назван перерождением плоти, и его очень боялись солдаты тысячи сынов. Примерно в это время был найден Магнус. Магнус мешался, чтобы спасти свой легион. Он применил таинственную процедуру, которая позволила стабилизировать генетический код десантников. После окончания процедуры, по иронии выжило примерно тысячи солдат пятнадцатого легиона. Под руководством Магнуса, легион быстро пополнялся новыми бойцами, которых Магнус разбил на девять братств. Каждое братство воплотило в себе какое-либо псайкерское мастерство. Одни могли предсказывать будущее, другие прекрасно владели боевой магией, способной испепелять огнем варпа всех врагов. Это обусловило тактику региона, когда бойцы предпочитали избегать ближнего боя, полагаясь на психическую силу. Если в других легионах псайкеры были редкостью и сводили специальное подразделение библиария, то пятнадцатый легион почти полностью состоял из них, что придавало ему колоссальную мощь на поле боя. Незадолго до Ланорского триумфа Магнус привел к согласию к мир Акхору. Странность мира заключалась в наличии на нем таинственной горы, которая непостижимым образом подавляла все псайкерские способности пятнадцатого легиона. При детальном изучении Магнус понял, что это место является неким порталом в сеть проходов на границе обычного пространства и варпа. Промежуточное измерение, используемое для перемещения по космосу неизвестной расы, но активно используемой эльдарами. О чем Магнус мог только догадываться по наличию исполинских статуй эльдарских титанов, безмолвно охранявших портал. Скоро выяснилось и почему эльдары запечатали это место. Портал оказался заражен сущностями варпа, с которыми Магнусу даже пришлось вступить в бой, из-за того, что местные по незнанию устраивали же проприношение на это место, постепенно разрушая защиту. На Уланоре Магнус доложил отцу о своей находке, но по разговору понял, что император давно знает о технологии паутины, которая в перспективе может избавить человечество от опасных варп-переходов. Из чего Магнус сделал вывод, что именно для работы над аналогом подобной технологии отец и оставил поход на Хоруса, дабы ничего не отвлекало его от столь монументального и важного труда. Но прежде чем удалиться на Теру, императору предстояло решить старую проблему, переросшую в кризис. Кризис библиариев. Библиарии. Псайкеры, космодесантники, обладающие психическим даром и использующие в бою энергию варпа. Такие бойцы часто обладали способностью читать мысли, подчинять свои воли других людей и спепелять врагов губительной энергии из имматериума. Некоторые обладали даром предвидения. В различных регионах их называли по-разному, но объединяющим названием стал библиариум. Происхождение библиариев окутано недоверием и интригой. Система обучения библиариев создал Магнус Красный, который сам был могущественным псайкером, вместе с примархами Сангвинем и Джекатайханом. Несмотря на то, что некоторые примархи, в особенности Корокс, Лемонрус и Мортарион, были категорически против использования псайкеров регионов космодесант, первый эксперимент с библиариями, были одобрены императором. Они считались хорошим способом контроля, развития психических сил у космодесанта. Вскоре, одаренных Астартес начали набирать в отдельные подразделения, отлично зарекомендовавшие себя в бою благодаря использованию энергии в армии. Однако, все чаще и чаще в ходе имперских завываний, армия и космодесант сталкивались с противником на планетах, чье население находилось в рабстве у действенных сил и неестественных мистиков, называемых колдунами. Эти люди в своей основной массе были членами культов хаоса, которые оказывали сопротивление империуму благодаря силам импатериума. Эти силы также были очень похожи на те, что использовали легион Тысячи сынов Магнуса, подразделения Библиариума. Споры о библиариях переросли в кризис после инцидента на Сракопуте, где из-за неразберехи пятая рота шестого легиона космических волков под командованием Амлодиас Хартенс Хартенсена вступила в бой с братством из Тысячи сынов, во время которого волки стали свидетелями перерождения плоти у воинов XV. Конфликт перерос столкновения Лемона Руса и Магнуса. В этой стычке волков ужаснула цайкерская мощь Тысячи сынов и поглотившая одного из их легионеров скверно, что позволило Лемону Русу и другим обвинить Магнуса в колдовстве. Раскол был настолько велик, что стал угрожать молодому империуму, и вскоре сам император был вынужден созвать имперский конглав на планете Никея. Высший совет с тем, чтобы разрешить кризис библиариев. Каждый из примархов и высших сыновников по очереди выступал перед императором. Одни примарки говорили в поддержку библиариума и Магнуса, другие обвиняли его в противоречившем имперским истинном колдовстве. Свидетельствовали против Магнуса в основном волки Руса и примары гвардии смерти Мортарион. Отвечая на обвинения, Магнус рассказал о великих свершениях библиариев и указал на сидевших в зале астропатов, само присутствие которых свидетельствовало о полной зависимости империума от псайкеров. После этого повелитель Проспера отверг обвинения братьев, сказав «Если я и повинен в чем-то, то в обыкновенном стремлении к знаниям». По результатам Никейского совета император издал декрет о запрете использования психических сил к требованиям о систематическом роспуске псайкерских отделений во всех легионах и о переводе их боевых род на роль обычных воинов. Кроме того, император пригрозил тем, кто посмеется слушать своего приказа порицанием и полным уничтожением. Исходя из анализа речи императора, становится ясно, что владыка человечества понимал проблему намного глубже. Приводим речь императора полностью. Я не могу не видеть нужды империума, но не могу не видеть реальное состояние людских душ. Я слышал, как знания сравнивали с абстрактными понятиями, как утверждали, что оперировать ими так же просто, как мечом или ружьем. Но это не так. Могущество – это живая сила. И главная опасность в обладании силой заключается в одержимости. Человек, который добивается определенной меры могущества, вскоре попадает под его влияние и не может думать больше ни о чем, кроме достижения новых пределов. Почти каждый из людей способен устоять перед притворствами судьбы, но лишь немногие обладают достаточно твердым характером, чтобы, обладая силой, не поддаться на ее темные соблазны. Заглядывать во тьму, чтобы получить знания из варпа, очень опасно, поскольку это пространство изменчивой реальности и причудливой лжи. Искатель истины должен быть уверен, что не поддался заблуждениям, поскольку лживые знания еще опаснее, чем невежество. Все люди стремятся к знаниям, но лишь немногие готовы за них платить. Люди всегда будут стремиться искать короткие пути и легкий способ завладения силой. А на пути зла их увлекает не враг, а их собственные мысли. Истинные знания приходят только с достижением мудрости. Без мудрости человек, обладающий силой, никогда не обретет силу, но станет беспечным. Его сила обернется против своего хозяина и, в конце концов, разрушит все, что он построил. Я прошел тропами, недоступными ни одному человеку, и я сталкивался с порождениями варпа, которые нельзя называть слух. Я слишком хорошо знаю об опасностях и тайнах, подстерегаемых во тьме. И эти испытания не для слабых умов, какими бы знающими и могущественными они себя не считали. И мне удалось раскрыть некоторые секреты. Но в качестве предупреждения, они соблазны для дальнейшего исследования. А тех, кто проникает слишком далеко в погоне за тайнами, не предназначенными для смертных, ждет только гибель и вечные муки. Теперь я вижу, что он напрасно позволил своим сыновьям погружаться в глубины, о которых им лучше было бы и не знать. Все должны уразумить, что никакой приговор вынесен не будет, поскольку Канклав собрался ради объединения, а не ради раздоров. Но соблазны колдовства больше не должны приличать никого из Астартес. С этого момента и впредь я повелеваю распустить все библиариумы. Все воины и инструкторы должны вернуться в боевые роты и больше никогда не применять психических сил. Дикт не касался астропатов и навигаторов, без которых невозможны коммуникации и связь с Империумом. Но ни этот приказ, ни победа Руса не беспокоили более Магнуса. Все померкло в сравнении с тем видением, которое пришло к нему на Никее. Долгое время Магнус был озабочен таинственной пеленой, не позволяющей ему заглядывать в будущее как ранее, будто нечто ужасное окутало грядущее непроницаемой тайной. И вот на Никее, еще до вердикта отца, Магнусу неожиданно явился образ ужасающих событий. В своем видении он увидел пылающую галактику. Астартес, убивающих Астартес, братьев, идущих против братьев. И Хоруса, Хоруса, который должен был пасть в интриги губительных сил, дабы возглавить ересь галактического масштаба, которая погубит человечество, не звергнув его в пучину хаоса. Естественно, Магнус не подчинился приказу, продолжая исследование, дабы понять, как предотвратить будущее. Он не мог поступить иначе, понимая, что неведомые и недооцененные им силы варпа сплели интригу вокруг Хоруса, облеченного гигантской властью и полномочиями. Необходимо отметить, что Магнус ничего не знал о перерождении Ларгара и роли несущих слова. После триумфа на Уланоре, Хорус делал все от него зависящее для продолжения кампании достойного руководства Великим Крестовым Походом. Время шло, и победы казались ему никчемными. Самопожертвование космических десантников под его командованием неважным и все более незначимым для безмолвствующего Императора. Чей взор более не ласкал своих некридолюбимых сыновей. Ему казалось, что некоторые примархи завидуют его новому чину и зачастую подвергаются мнениям его решения. Более того, обиды и соперничество, давно имевшие место между некоторыми братьями, перешли в открытые ссоры и нападки, которые Хорус уже не мог подавить так легко, как мог бы Император, что только распаляло его ярость. Вместо того, чтобы разобраться с инакомыслящими открыто, он начал приближать к себе тех, кто, по его мнению, обитал к нему уважение или хотя бы подчинялся, не задавая вопросов. Ни примархи, ни даже сам Хорус не считали свою власть столь же неоспоримой и почитаемой, как у Императора. Когда просочились вести Стеры о передаче управленческих функций гражданскому администратуму и Империум начал упорядочиваться и меняться с нарастающей быстротой без участия его и примархов, Хорус со своими сторонниками, казалось, еще более отстранился от человека, которого некогда почитал своим отцом. И постепенно, единственной заботой воителя осталось лишь завершение покорения галактики до слабого утешения в виде добывания все новой славы для своего региона. И вот образы грядущей катастрофы, которую Магнус видел в своем видении, стали проступать через, казалось бы, несвязанные события. Анафемы – совершенно уникальный вид оружия, созданный расой чужаков-кинебрахов. С виду напоминавшие обычные мечи, они изготавливались с использованием ныне запретных и почти забытых методик и технологий. Говорили, что в анафемах заключена неотвратимая погибель врага, и раны, полученные от них, уже никогда не заживали. Один из таких клинков был похищен у человекообразной расы Интерексов во время дипломатических переговоров с Хорусом, об их вступлении в Империум, что спровоцировало конфликт и привело к уничтожению этой расы силами лунных волков. Спустя небольшой помежуток времени, Хорусу доложили о восстании на приведенном им же согласии Давине. Более того, восстание поднял командующий имперской армией Эоган Тембо. Это был сильнейший репутационный удар по Хорусу. Как ему будут подчиняться его братья-примархи, если его предают его же имперские генералы? 16-й легион тут же выдвинулся на подавление. Магистр войны Хорус намеревался лично участвовать в уничтожении сепаратистов. Эти настроения всячески подогревались первым капелланом, несущим слово Эребом, сопровождавшим в те дни Хоруса и его легион. Высадившись в логове сепаратистов на одной из Лундавина, войска были атакованы тем, что когда-то могло называться имперской армией, а ныне это были полуразложившиеся зловещие трупы, возвращенные через неизвестные силы. Воитель пробился в центр разрушенного корабля, дабы лично убить того, кто сотворил такое с имперскими силами, кем бы он ни был. Подразделения 16-го легиона и титаны Легио Мортис заняли круговую оборону. Коллегия Титаника Подразделение Адептус Механикус Введение которой находится имперские титаны огромные машины колоссальной мощи, способных вести действие на поверхности планет. Необычайно сложное устройство титанов приводит к тому, что Адептус Механикус считает их наивысшим воплощением амнисии, бога машины. Коллегия Титаника была сформирована до начала эпохи империума и была основным военным подразделением Адептус Механикус, вплоть до объединения Марса и Терры. После Олимпийского соглашения могущественные боевые машины и коллегии присоединились к Легию Астартус и имперской армии в Великом Крестовом Походе для покорения галактик. Экипаж Титана состоит из большого числа рядовых техножрецов и сервиторов. Высший командный состав Титана состоит из Принципса, членовека прошедшего восьмилетнюю подготовку на Марсе. Принцип связывается с Титаном через нейроинтерфейс и ощущает тело Титана как свое, в частности чувствует боль при повреждениях. Модерати – офицеры мостика Титана, ответственных за выполнение команд Принципса и контроль основных систем, как и Принципс Модерати имеют интерфейс, но не могут управлять Титаном, а в основном лишь получают сведения о нем по средствам этой связи. Сенсорий – офицеры связи и средств обнаружения целей. Рулевых – техножрецы, ответственных за движение Титанов и сохранение им равновесия. Коллегия Титаника различает четыре основных вида Титана. Гончия – самый мелкий из Титанов, используется в качестве разведчиков или в больших количествах на флангах Легиона Титана. Главная отличительная черта Гончика от остальных Титанов – негуманоидная внешность, монтированная на плечах оружия и ноги с уставами, гнущимся в обратную сторону. Гончия менее бронированная, чем остальные Титаны, но все равно представляет собой мощную военную машину 14 метров высотой. Налетчик – многоцелевая гуманоидная машина войны, используется на передовых линиях для ведения военных действий. Дизайн налетчиков довольно древний, старше века империи. Они использовались в первых битвах на Марсе еще век раздора. Уже во времена Ереси являлись промежуточным классом и выпускались ограниченными партами, постепенно вытесняясь Титанами класса – полководец. Полководец – более крупная и существенно тяжелее вооруженная модель Титанов, чем налетчик. Полководцы наиболее часто используются из всех Титанов, несмотря на свою медлительность. Размеры полководцев указываются очень разные в разных источниках – от 33 до 50 метров высотой. Многие модели данного класса уже могли нести пустотные щиты, обеспечивающие им дополнительную защиту. Титан класса Император – самые крупные и мощные Титаны, представляющие собой фактически ходящие крепости. По уровню вооружения на порядок превосходит Титанов класса полководец. На средних и дальних дистанциях боя способны продавливать направление. Внутри своих гигантских ног, как правило, несут целые роты армейских подразделений, обеспечивающие им поддержку и защиту от мелких целей. За счет больших размеров несут мощную энергетическую установку, способную обеспечивать их пустотными щитами наподобие корабельных. Боевые Ордена или Легио являются самостоятельными структурами в коллегии, и каждый из них имеет своих Титанов, Принцепсов и Модераторов, а также наземные войска и обслуживающий персонал. Легио, как и Ордена Имперских Рыцарей, расквартированы на различных мирах и несут службу по защите Империума. Многие, как, например, знаменитые Легио Мортис или Легио Аудакс, прикомандированы к экспедиционным флотам и подчиняются напрямую командованию регионов Астартес и их примархов. Внутри корабля Хорус сразился с тварью, назвавшейся Элганом Темпой. Получив незначительные раны, воитель убил предателя, запятнавшего себя изменой и отравой Империума. Луны Дайвина были зачищены от скверны, согласие восстановлено. Но раны Хоруса, его раны, несмотря на сверхчеловеческую физиологию примархов, раны не заживали. Очень быстро Хорус впал в кому. Произошло то, во что не могли поверить никто из 63-й экспедиции. По всему Легиону, флоту и армии прогремела новость. Хорус пал, магистр войны, умирает. Никто из приближенных Хоруса не знал, что делать. Физиология примархов досконально известна только Императору, но Хорус не переживет перелеты до Терры. Решение подсказал первый капеллан несущих слова Эрип. Он рассказал, что на лунах Дайвина существуют древние культы, а в частности культ Змеи. Сектанты этого культа славятся тем, что могут исцелить любые недуги, следует передать раненого воителя им для ритуала. И это единственно верное решение. Многие из Легиона были резко против. Секты, шаманы, обряды – все это противоречит имперским истинам, и если что и нужно сделать, так это придать мерзких культистов огню. Но в Легионе уже давно действовали тайные ложи, созданные Эрипом, в которые входили офицеры личного совета Хоруса Марниваль и большинство высшего командного состава Легиона. Ложа приняла решение позволить Эрипу и шаманам Змеиной Секты провести ритуал. Член Марниваля, капитан Гарвель Локин, был решительно против и провел свое расследование, обнаружив на месте боя Тембы и Хоруса футляр из-под клинка, которыми была нанесена злополучная рана. Это была лишь догадка Локина, но судя по всему, клинок Анафим был похищен у интераксов никем иным, как первым капелланом, несущих слово Эрипом. К сожалению, было уже поздно, воитель был заперт в пещере. Ритуал начался. Будучи в коме, Хорусу явился его погибший легионер Марнивалес Гастер Сиенус. Сиенус показал Хорусу будущее, будущее, в котором императору поклоняются как богу. Поэтому отец запрещает все религии и культы, дабы возвеличить лишь себя. Будущее, где империум превращен в ужасное тираническое государство. Будущее, где люди наравне с императором почитают 9 примархов. Всего 9. Среди почитаемых был ангелоподобный Сангвини, которому Хорус порой завидовал. Но среди них не было Хоруса. Сиенус убеждал его, что император – это диктатор, который избавится от своих сыновей, как только они завоюют галактику во имя его. Да и сами примархи были созданы при помощи сделки с тайными богами хаоса. Хорус, как и Ларгар за 40 лет до, видел, как боги создали варк-вихрь, разбросавший эмбрионы примархов, дабы предотвратить наступление эпохи Империума. В это же самое время, на далекой планете Проспера, Магнус начал свой ритуал. Нужно было спешить, дабы во что бы то ни стало уберечь воителя от падения в ересь. Объединив свои силы и силы треллов-псайкеров, примарху Тысяча Сынов удалось через гигантские расстояния проникнуть в видение воителя. Хорус сильно удивился, увидев брата. Магнус убеждал его, что то будущее, которое он видел, лишь возможный вариант и произойдет именно из-за того, что воитель предаст отца. Магнус сбросил личину Гатар Сиенуса, за которую прятался капеллан, несущих слова Эрип. Магистр войны осознал, что является частью чьей-то игры. Отказавшись от поучения Магнуса и от лживых слов Эриба, воитель потребовал тех, кто стоит за всем этим, и темные боги явили свою волю. Отдай императора нам, и мы дадим тебе галактику. Магистр войны Хорус Луперкаль принял решение, руководствуясь, как он считал, благими намерениями, спасением жителей Империума от грядущей авторитарной теократии. Он примет помощь темных таинственных богов, но не ради них, а ради себя. Спустя 9 дней, воитель вышел из пещеры к своему легиону. Легиону, который к тому времени уже сменил белые цвета лунных волков на боевой раскрас Сынов Хоруса. Отныне 16-й легион Сынов Хоруса, ведомый магистром войны, пойдет другим путем. Субтитры создавал DimaTorzok